Открытый телеканал представляет А как часто на самом деле мы слушаем собственных детей? Ведь есть такая техника, этого можно научиться, это поможет нам решить очень много возникающих проблем. Есть такая техника, она называется техника активного слушания. Основной ее принцип это обратная связь, получение обратной связи. Ребенок должен получить обратную связь от родителя в виде повторенной фразы. Допустим, он что-то рассказывает, а родитель должен своими словами произнести то, что ребенок только что сказал. Для того, чтобы убедиться, чтобы ребенок убедился в том, что его слышат, слушают, понимают. То есть если вы не правы, он вас откорректирует, он вас поправит. Еще один момент очень важный. Называние чувств ребенка. Их всего базовых четыре, то есть вы точно не ошибетесь. Это страх, грусть, радость, злость. Ты очень злишься, потому что... Причем не вопрос, а утверждение. Нет. Ты что, злишься сейчас? Или ты что, тебе грустно? Нет. Мы должны в утвердительной форме это произносить. Ты сейчас, тебе сейчас очень грустно, потому что... То есть вы высказываете свою версию, ребенок с вами может согласиться или не согласиться, но в любом случае он видит вашу заинтересованность, то есть искреннюю заинтересованность в том, что он говорит. Очень важно в то время, когда вы говорите с ребенком, развернуться к нему всем телом, смотреть ему в глаза, не заниматься при этом какими-то другими делами. То есть все дела нужно отложить и полностью посвятить это время общению с ребенком. Вот я сейчас просто приведу пример. На этом примере все станет понятно. Ребенок с утра не хочет идти в детский сад. Кричит, ругается, говорит, вы все плохие, не пойду в этот дурацкий сад. Значит, что делает мама? Как реагирует мама, которая знакома с техникой активного слушания? Первое, что она делает, это называет то, что с ним происходит. Ты не хочешь идти в сад. Значит, что сейчас произошло важного для ребенка? Ему отразили его чувства. Совершенно верно. Мама дала обратную связь. То есть она разделила с ним эти чувства. Значит, у ребенка уже половина напряжения спала. Ему уже гораздо легче. Ну, вдвое легче, как минимум. Вот. И дальше. Да, я не хочу идти в этот сад. Мама продолжает свою версию. Ты не хочешь идти в сад, потому что тебе придется расстаться со мной. Ребенок соглашается. Да, я лучше бы провел это время с тобой. Ну, и мама, соответственно, и говорит. Ты знаешь, я тебя очень хорошо понимаю. Я бы тоже с удовольствием осталась дома, не пошла на работу. Мне тоже гораздо интереснее было бы провести это время с тобой. Вот что бы, если бы у нас с тобой сейчас была волшебная палочка. И дальше начинается фантазия на тему, как мы могли бы сейчас поступить, если бы у нас в нашем распоряжении была бы волшебная палочка. Мы увели ребенка от этих негативных, отрицательных эмоций. И в процессе вот этого обсуждения этих вот таких вот приятных фантазий ребенок одевается, и сборы проходят уже без сучка, без задоринки. Вот такой вот пример активного слушания. Прекрасно. Если я правильно тебя поняла, это нам дает доверительное отношение с ребенком. Мы сможем всегда через эту информацию узнать, может быть, ему нужна наша помощь. Да, совершенно верно. То есть таким образом ты всегда держишь руку на пульсе. Ребенок тебе доверяет. Он с тобой делится своими мыслями, своими переживаниями. То есть у тебя все под контролем, и ты всегда сможешь прийти на помощь и дать ребенку дельный совет. Прекрасно. Давайте попробуем. Насытьте ваших детей вниманием. Может оказаться, что это и не две недели, а взамен вы получите самое ценное детское доверие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова